Предстоят ряд важных мероприятий, государственных праздников, праздников местного значения, поэтому сегодня хотелось бы вам дать информацию, обменяться с вами информацией по проведению данных мероприятий. Хочется начать с приближающегося уже на этой неделе состоится государственный праздник, День России, 12 июня. Праздничный концерт состоится в городском Доме культуры, Карла Маркса 40, начало в 14 часов, там будет праздничная программа, вручение паспортов юным кингисепцам и поздравления руководителей Кингисепского района. Поэтому мы вас всех приглашаем, вас, ваши коллективы на это мероприятие. Традиционно 22 июня, День памяти и скорби в нашей стране, День начала войны, в этом году 75-я годовщина с этой трагической датой, поэтому мы запланировали тоже мероприятия, связанные с этой датой. Как обычно, у нас будет проводиться свеча памяти, участие отдела по работе с молодежью в выбор, жителей города Кингисеппа, молодежных организаций. Мы подробную информацию по этой дате разместим в средствах массовой информации, доведем ее до вас. И традиционно 22 июня в 12 часов у нас состоится торжественно-траурный митинг у памятника Славы, где, в общем-то, ничего нового, формат традиционный, участвуют в предприятии, организации нашего города. После митинга, соответственно, возложение ко всем мемориальным памятникам и захоронениям нашего города. Как здесь, памятник Кославы, памятник Партизанам и все памятные места в роще 500. Поэтому все предприятия, которые закреплены за определенными памятниками, мы ничего не меняем. Если кто-то не помнит, можно будет потом подойти и уточнить, к какому захоронению или памятному знаку предлагают цветы ваша организация. И главный праздник нашего города, можно так сказать, день рождения, 632 годовщина. В этом году руководством Кингисепского района было принято решение объединить два праздника, день рождения Кингисепа и 20-летие компании Ростерминал «Уголь», которая расположена в порту «Услуга» этого предприятия, и усилить, скажем так, те праздничные события, которые состоятся в Кингисепе. Состоится это мероприятие 2 июля. У нас уже есть опыт проведения совместно с Еврахимом Дня города. Вполне удачный получился у нас пример. Я уверен, что и в этом году День города у нас пройдет так широко, с размахом, с хорошей организацией и, в общем-то, надеюсь, что с хорошей погодой. Это тоже многое значит. Сначала я хочу поговорить по 22 июня. Митинг состоится в 12 часов, и после будет возложение венков-цветов ко всем памятным местам нашего города. Уточнить место возложения от вашей организации цветов-венков вы можете сегодня у меня здесь. И в этот же день, 22 июня, еще у нас захоронение останков павших воинов и прием дивизии народного ополчения в Манулова. В этот раз найдено 100 останков воинов. Пока не знаем именные и не уточненные данные. Поэтому, если есть желание кому-то присоединиться в эту памятную дату, то я оставлю визитку. Вы можете мне позвонить и присоединиться и к этому мероприятию. Построение 22 июня будет у здания администрации. Затем мы с вами переходим по пешеходному переходу к памятнику Слава. И после торжественного митинга будем возлагать цветы и венки. И после того, как произойдет митинг, возложение, также организации, которые у нас возлагают в Роще 500, памятную кукушку, другим памятным знаком самостоятельно едут к месту возложения, закрепленного за вашей организацией. Теперь по 2 июля. Праздник, посвященный 632 годовщине со дня основания города Кингисепа и 20-летию компании «Рост терминал уголь» состоится 2 июля 2016 года. Шествие начинается в 14.00 от площади Николаева, построение по улице Жукова. Мы продвигаемся колонной по Карла Маркса улице, улице Воровская, по улице Октябрьская, до Большой Советской. И поворачиваем затем на площадку проведения праздника. Это у торгового центра «Нор». Там будут проходить все праздничные концертные мероприятия, честования и поздравления от администрации, почетных гостей города. Все на большой сцене у торгового центра «Нор». По вопросу организации мы тогда останемся и переговорим с вами, что чего нужно от нас. Также весь праздник будет проходить только на улице Октябрьская. Торговые, сытные ряды, ремесленные ряды будут располагаться от первого фонтана до памятника воинам, погибших в локальных воинах. Также на территории парка «Каравелла» будет работать детский сад, где родители на 2 часа смогут оставить детей и побывать на празднике, отдохнуть как-то вот, забот, так скажем. Они на 2 часа будут работать детский сад с клоунами, в детском городке «Каравелла». С которого часа? С 15.30 до 17.30. 2 часа. Все, поздравления начнутся в 15.00. Затем у нас с 16.00, ну вот где-то с 15.00 начиная, потому что будут поздравления у нас идти вместе с концертными номерами творческих коллективов в Кингисе, по городу Кингисе. Затем с 18.00 начнется поздравление от компании «Ростерминал Оголь», участвование лучших работников и вечерний концерт. Концерт по сегодняшней заявке ведут Ольга Шелест и Тимур Адритис. Ожидается прибытие таких вокалистов, как Татьяна Буланова, Афина, группа Би-2 и хор военно-морского флота. Вечерняя программа начинается с 18.00. Салют в 10.55, в 22.55, так и точнее.